Привет! В этой лекции мы поговорим о том, каким бывает Kubernetes и немного затронем различные варианты его развертывания. Эта лекция записывается в сентябре 24 года и с момента создания курса позиция Docker в мире контейнеров изменилась. Из ключевой технологии развертывания контейнерных нагрузок он перешел в стандартный набор разработчика контейнеризированных приложений. А стандартом промышленной администрации контейнеров стал Kubernetes. Это потому, что Kubernetes более гибкий и модульный, то есть может подойти для более широкого круга задач. Также он более продвинут как в части управления доступом к ресурсам кластера, так и к обеспечению безопасности компонентов. Для производственных целей существует множество способов начать работу с кластером Kubernetes. Это может быть организовано как на собственных вычислительных мощностях, так и в частной или публичной облачной среде. Но вначале я хотел бы сказать пару слов об облаках и почему работа в облаке ускоряет нас. Классический процесс выглядит так. Мы готовим инфраструктуру под проект, то есть мы покупаем сервера, везем их на площадку, связываем их в сеть через высокоскоростные каналы. Мы выбираем операционные системы на этих серверах и настраиваем их сетевую связность. Мы создаем кластера Kubernetes. Мы формируем некоторую обвязку вокруг кластера, интегрируем его со своей сетью, системой хранения, аутентификации пользователей и так далее. Мы даем возможность себе и другим пользователям размещать свои приложения в кластере. На такую структуру нам понадобится куча специалистов. Отдел закупок, сетевые инженеры, системные администраторы, администраторы кластера и разработчики приложений. Но мы можем избавиться от некоторых из них без особых проблем. Например, вместо покупки серверов взять их в аренду. Мы будем уверены, что об этих серверах заботятся, что сеть уже настроена и так далее. Можно пойти еще дальше и отказаться от операционных систем, то есть найти подрядчика, который предоставит сервера вместе с той версией ОС, которая нам подходит. Если зайти еще дальше, мы можем получить готовые кластера, в которых можно разворачивать свои приложения. Теперь наша компания может сфокусироваться только на разработке ПО, а подрядчик пусть занимается всем остальным. Вот примерно так и появились облака. Когда функции, которые слишком сложны для рядового пользователя передавались профессиональным игрокам. Какие именно функции передавать, решать нам, основываясь на наших требованиях и компетенциях. Если нам нужны только виртуальные сервера, то есть инфраструктура, мы можем получить только их. Обычно это называют IES, то есть инфраструктурные сервисы. Если нам нужен кластер Kubernetes, это уже уровень платформы, и это называют PASS, то есть платформа как сервис. И вот здесь возникает вопрос, кто несет ответственность, если случилась беда. Это техника, и она всегда ломается. И чем больше уровень делегирования, тем хуже с пониманием, где слабое место. Так появилась модель разделяемой ответственности или Shed Responsibility Model. Коротко это звучит так. Клодвендор ответственен за облако, а пользователь за то, что в этом облаке. Таким образом, в случае IES облака несет ответственность за виртуальную машину, что она будет работать, а если физический сервер под ней умрет, она будет восстановлена в том же виде на другом сервере. Но вот если пользователь сломал операционную систему этого инстанса, то облако к этому не имеет отношения. В случае PASS, если в кластере на одном из узлов сломалась ОС, то это уже проблема облака. Они сами озаботятся заменой этого узла, но вот если приложение в кластере не работает, это проблема пользователя. Все эти зоны ответственности расписаны в описаниях услуг облака. У разных облаков могут быть небольшие отличия, но в целом все похоже. Обычно чем выше вовлеченность облака, тем устойчивее эта услуга, но выше и цена за нее. Услуги IES это не только виртуальные машины, но и сети, системы сетевого хранения, резервного копирования и так далее. Услугами PASS могут быть кластера баз данных, аналитические решения, решения по оркестрации и подобные вещи. Теперь, вспомнив про эти вещи, давай вернемся к развертыванию кластера Kubernetes в облаке. Эти методики можно разделить на самостоятельные решения, self-hosted и на управляемые, managed решения. Давай посмотрим на различия в подходах. При собственном подходе ты сам принимаешь решение, какие виртуальные машины тебе необходимы, какие там будут операционки и какие инструменты или скрипты использовать для настройки кластера в этих виртуальных средах. Далее ты несешь ответственность за обслуживание этих виртуальных машин, их исправление, обновление и так далее. Кластер Kubernetes это то, что будет жить с тобой несколько лет. За это время потребуется несколько раз обновить как сам Kubernetes так и операционные системы узлов под ним. Подготовку самого кластера и управление его жизненным циклом в большинстве случаев можно упростить разными инструментами. Итак, этот подход дешевле в части тратного облака, но дороже в части оплаты администратора кластера, который будет все это обслуживать. Обычно этот специалист имеет высокую зарплату и если тебе интересно, как самостоятельно делать такие штуки, пройди курс Certified Kubernetes Administrator на роторах. ПАС-подход или Managed Solutions представляют решение Kubernetes as a Service, где кластер вместе с необходимыми виртуальными машинами развертывается клаудвендором. И настройка Kubernetes также входит в зону ответственности поставщика. Виртуальные машины обслуживаются поставщиком. Например, Яндекс.Клауд позволяет тебе подготовить кластер Kubernetes за считанные минуты с помощью всего нескольких щелчков мыши, без необходимости выполнять какую-либо настройку самостоятельно. В этих средах в большинстве случаев у тебя не будет доступа к мастернодам. Это потому, что ответственность за них полностью лежит на клаудвендоре. В зависимости от вендора у тебя может даже не быть прямого доступа к виртуальным машинам рабочих узлов для выполнения каких-то своих изменений конфигурации этих узлов. Версия Kubernetes и мастерноды управляются провайдером. Это то, что мы увидим в демо. Мы рассмотрим развертывание простого приложения в управляемом решении от Яндекс.Клауд. В этом месте студенты обычно мне задают вопрос, что же лучше, первый или второй подход. Здесь нужно взвесить несколько моментов. Во-первых, техническую часть. Если тебе требуется какое-то нетиповое решение, например, особая ОС, особая версия Kubernetes или особенный контейнерный движок, то управляемое решение отпадает. Реже бывает, что требуется соответствие особым стандартам, которые не предлагает облако. Второй момент – наличие персонала. Kubernetes – платформа не только первого дня, когда мы создали кластер. Нам придется присматривать и ухаживать за ним, патчить его узлы и обновлять сам Kubernetes. Если это делать с приходящим админом, неизбежно возникнут проблемы. Также безопасность. Безопасность – это не разовая процедура, а процесс. А безопасники Kubernetes – специалисты недешевые. Третий момент – цена работы. Тут нужно собирать данные и оценивать, потому что все кластера разные. Также их работа очень взаимосвязана с другими службами облака. И иногда экономика самостоятельного развертывания выходит по стоимости дороже, чем такая же у управляемого решения. Последний момент можно также отнести к техническому, но он зависит еще от того, насколько компания готова к облаку. Кластер Kubernetes не работает сам по себе. Вокруг него сосредоточено множество технологий, которые вместе обеспечивают удобство и автоматизацию. Для развертывания приложений требуется не только кластер, но и система хранения данных, менеджмент пользователей, хранилище секретов и т.д. Эти решения, скорее всего, уже есть в компании. И иногда интегрировать устаревшую обвязку кластера сложнее и дороже, чем перенести данные в облако и работать там. С другой стороны, экосистема облака сразу после создания кластера готова работать со службой Managed Kubernetes. Об этих службах нам не придется беспокоиться и заботиться самим. Более того, часть служб можно использовать и вне облака, что позволяет интегрировать свои on-prem решения. Но это все возможно, если компании подходит модель облачной работы. Окей, надеюсь, отличия стали понятны. Я советую новичку входить в эту технологию с управляемого Kubernetes. К тому же это будет бесплатно, поскольку у облаков есть бесплатные периоды или они дают гранты на потребление. Например, в Яндекс Клауд есть стартовый грант, на который можно вполне покрутить учебный кластер. Если ты новичок в работе с облаками, то перед началом имею в виду, что в облаках идет тарификация за все то время, пока работают ресурсы. Поэтому в перерывах обязательно останавливай свои нагрузки. Это важно. Также перед началом работы полезно заходить в раздел биллинга, чтобы отследить для себя, как именно образуются расходы во время работы твоего кластера. Также, если ты отправил на хранение какие-то данные, но забыл про них, то это также будет расходовать небольшую сумму. Поэтому, если ты в чем-то сомневаешься, то после того, как наиграешься с кластером, можешь просто удалить платежный аккаунт. В документации Яндекс Клауд есть раздел об этом. Хочу отметить, что есть много облачных провайдеров, предлагающие свои менеджер-решения. Например, в РФ из больших, кроме Яндекс Клауд, это ВК Клауд и SelectL. А в мире это, конечно, AWS, GCP, Azure и AliCloud. Обрати внимание, что для понимания нюансов каждого клаудлендера тебе потребуется отдельный курс. Но в простейшем виде, когда ты поднял управляемый кластер в одном облаке, то не должен столкнуться с проблемами в другом. В демо мы рассмотрим самый простой способ начать. Все, что мы будем делать, это закажем менеджер-кластер Kubernetes и применим на нем наши файлы развертывания приложения из репозитория курса. Кроме того, это не демонстрация развертывания кластера Kubernetes производственного уровня. Для продакшена в облаке нужно более глубоко понимать специфику работы служб облачного провайдера, чтобы это развертывание было предсказуемым и безопасным. На самом деле, благодаря облаку этого тоже легко достичь. Но в нашем случае будет руководство для начинающих по созданию учебной среды. Имей это в виду. Чтобы проделывать развертывание в облаках качественно и с легкостью, я приглашаю тебя на свои курсы CKA и CKD, в которых мы более глубоко рассматриваем технологии Kubernetes. И это все в лекции. Смотрим демо и увидимся в следующем.